Ребятки, хочу вам сказать то, что долгожданный турнир уже будет на этой неделе, а именно в воскресенье, и места всё ещё есть, поэтому если кто ещё хочет купить проход-турнир, то обязательно успеете это сделать, потому что осталось вообще буквально несколько дней, цена всё та же, призы всё те же, все условия те же, и да, места ещё есть, поэтому ссылочка на мой ВК в описании, покупайте. Йоу, ребятки, сегодня рекомендую вам канал Динфи, на этом канале выходят качественные видеоролики по Майнкрафту, и сами ролики, качественный монтаж, качественные превьюшки, качественное оформление на этом канале красивое, короче, Динфи действительно прикольный чувачок, снимающий классные ролики по Майнкрафту, поэтому ссылка на него в описании. Всем привет, с вами я, Агер, и сегодня я решил записать для вас вашу любимую рубрику сравнения девайсов, и сегодня я буду сравнивать свои девайсы с девайсами Хлэпа, если кто не знает, Хлэп это такой ютубер по Майнкрафту, который очень хорошо строится, да, он строитель, и у него, очень интересные девайсы, и, я думаю, будет интересно сравнить мои девайсы с его девайсами, поэтому ролик досмотрите до конца, и погнали. Короче, как я уже и сказал, сравнение девайсов получится действительно интересно, потому что девайсы Хлэпа это, это просто что-то, короче, поймёте, если ролик досмотрите до конца, ну и давайте, наверное, начнём с мышки, потому что, ну, как бы, куда вообще без мышки в Майнкрафте-то вообще, ну, ну как, как бы, без мышки, и мышка у меня Razer Dazaor Elite, как вы все знаете, а у Хлэпа мышка RocketCon EMP. Давайте начнём сначала с цены, а потом уже поговорим, какая мышка лучше, какая хуже, какие плюсы, какие минусы. Насчёт цены, моя мышка стоит примерно 4-5к, мышка Хлэпа стоит тоже примерно 5к, то есть цена у нас примерно одинаковая, но это не значит то, что эти мышки полностью одинаковые, потому что моя мышка, в принципе, очень хорошая, я ей пользуюсь уже примерно 3 года, и, в принципе, почти ничем эта мышка, ну, никаких минусов в этой мышке нет, только если не считать то, что колёсико мышки немного сломалось, я им теперь вообще не пользуюсь, ну а так мышка очень удобная, как и для Майнкрафта, так и для других игр. Ну и давайте, да, сначала с плюсов. Моя мышка очень хорошо для Аима, и вообще с ней очень удобно играть, то есть я всегда могу с ней, как бы, заводить всех комбо, и нормально, в принципе, с ней играть, но с минусов, конкретно для Майнкрафта, в этой мышке не проходят клики, то есть на ней можно только обычным кликом кликать или джиттер кликать, то есть никаким батерфляй кликом или драк кликом невозможно. Но на Рокоткон ИМП можно драк кликать, насчёт батерфляй клика я точно не уверен, но, по крайней мере, клики на Рокоткон проходят, ну, проходят, в отличие от Рейзера. Но, опять же, это такой-то спорный вопрос, то есть Хлэп, как бы, позиционирует себя как строитель, поэтому он взял эту мышку, чтобы нормально кликать, нормально строиться. Ну, а мне, в принципе, моей Блади А7 хватает, как вы знаете, я недавно купил себе, ну, как недавно, ну, недавно, купил себе Блади А7, и на этой мышке хорошо проходят клики, то есть строиться с ней можно, но для ПВП она такая себе. Ну, а Рокоткон ИМП, я считаю, что она как и для строительства хороша, так и для ПВП, поэтому, возможно, Рокоткон ИМП даже лучше моей, учитывая то, что в ней проходят клики. Но, если считать то, что для многих людей клики это вообще, ну, не важно, сколько вы делаете КПС, то, в принципе, моя мышка для кого-то может даже и лучше, но это, опять же, это спорный вопрос, но я бы хотел бы себе купить какую-то Рокоткон, не знаю, ИМП, не ИМП, есть там разные всякие версии, можете посоветовать мне в комментариях, какую лучше купить. Я бы хотел бы попробовать, потому что мне действительно очень интересно, потому что эту мышку много кто хвалит. Ладно, короче, давайте приступим к следующему девайсу, это коврик, потому что, ну, всё-таки, если у вас хорошая мышка, то коврик у вас тоже должен присутствовать, хоть какой-то, но должен присутствовать. И насчёт коврика у Хлэпа тут уже начинается реально интересно. Коврик у Хлэпа RGB за 1300 рублей, конечно же, вы сейчас это всё на экране видите, и, знаете, для коврика 1300 рублей это, ну, это нормально, то есть, чтобы вы понимали, Блади А7 стоит примерно тысячу, может, 1500 рублей, то есть, опять же, коврик стоит примерно как мышка Блади А7, и это, это жёстко, вот. И коврик у неё действительно очень красивый, я не знаю, говорить удобный, неудобный, да, скорее всего, это просто обычный коврик, как у меня, но я не уверен, я не знаю, может, он суперудобный, без понятия, я на нём не играл. Но у меня коврик шёл просто в комплекте с мышкой, просто какой-то Razer коврик рандомный, даже без понятия, что это вообще за коврик. Просто обычный Razer коврик, удобный, вот, три года им пользуюсь, нормально, в принципе, а чё? И так, ну что ж, мышка, коврик уже, значит, про это поговорили, а теперь, я думаю, нужно поговорить, конечно же, насчёт клавиатуры, да, потому что клавиатура это тоже действительно важная вещь, и тут начинается просто полная жесть. Короче, чтобы вы понимали, у меня, как, ну, я думаю, все знают, клавиатура у меня Razer дезатор, ой, точнее, Razer Black Widow Ultimate 2016, а у Хлэпа, внимание, клавиатура, модель KL5 какая-то за 400 рублей. Я, если честно, просто попытался найти в Ютубе вообще про эту клавиатуру ролики, я, честно, даже не нашёл, но я нашёл в этом, во всяких интернет-магазинах цену этой клавиатуры, и эта клавиатура стоит 400 рублей. Да, это жёстко, я, честно, я не знаю, как там вообще Хлэпу с этой клавиатурой играется, но я думаю, если бы ему было неудобно, он бы купил другую клавиатуру, ну, серьёзно, если у него хорошая мышка есть, если у него такой коврик за 1300 рублей, то я думаю, клавиатуру он бы купил, если бы нужно было. Но, если ему удобно играть, это же, по идее, мембранная клавиатура, ну, я думаю, это мембранная клавиатура. Короче, если ему удобно играть на мембранной клавиатуре, то, в принципе, окей, но 400 рублей это жёстко, И, в принципе, чтобы вы понимали, у меня клавиатура, ну, по крайней мере, я её покупал примерно за 8К рублей, и это, это не дёшево, сейчас-то она, наверное, немного дешевле стоит, я, конечно, не уверен, но, когда я покупал свою Razer Block Vida Ultimate 2016, она стоила примерно 8К рублей, вот, да, короче, насчёт клавиатуры, получается, интересно, и у меня пол-хп, кстати, воу-воу-воу-воу, слушайте, это, конечно, не очень прикольно, ладно, надеюсь, меня никто сейчас не подсилит. Следующий девайс, а, да, кстати, из плюсов, что я хочу сказать, ну, как бы, мембранная клавиатура, как вы знаете, очень тихая, поэтому, наверное, это огромный плюс, но, в принципе, вот, с моей клавиатурой получилось так, что, когда я купил только мою клавиатуру Razer Block Vida Ultimate 2016, первое время, первые несколько месяцев я просто кайфовал от звука, я просто вот слушал вот этот звук, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ оооо, как это круто, потом мне этот звук очень надоел, и я хотел купить другую клавиатуру, а потом я просто к этому привык, и всё, и сейчас меня, в принципе, всё устраивает, вообще, в принципе, да, всё как бы нормуль, вот, ну что ж, давайте следующий девайс, следующая тоже очень интересная, наушники, у меня наушники, как вы знаете, Razer Kraken, или Pro, или не Pro, я, честно, я уже точно не помню, но сейчас я вообще пользуюсь другими наушниками, потому что с теми Razer Kraken, ну, я думаю, некоторые знают, что с ними произошло, я не хочу сейчас даже про это, говорить, но, в любом случае, сейчас я пользуюсь вообще какими-то дешёвыми наушниками, но, давайте будем считать то, что я пользуюсь Razer Kraken, ну, а у Хлэпа наушники, вы сейчас просто офигеете, у Хлэпа вообще хз, какие наушники, цена примерно 3000, у него просто какие-то наушники, он сказал то, что он их просто заказал вроде Paynet, какие-то дешёвые наушники, да и всё, хотя, знаете, за 3К это не так уж, наверное, и дёшево, хз, для каких-то просто, ну, наверное, наушников, да, поэтому он, короче, не знает какие-то наушники, я тоже не знаю какие-то наушники, и это, это получается действительно интересно, насчёт цены моих наушников, мои наушники стоят примерно 5-6К, я могу ошибаться, но примерно так, потому что я давно покупал, и сейчас, наверное, они стоят даже дешевле, но, насчёт моих наушников, я помню то, что они были действительно качественные, я бы хотел сейчас с ними играть, вообще, ну, с ними сидеть, но, к сожалению, к сожалению, да, к сожалению, не могу, вот, вот, и, кстати, перед тем, как я начну про следующие девайсы говорить, я также хочу у вас спросить кое-что насчёт Кристалликса, вот, я знаю то, что вам этот сервер нравится, как и мне нравится, но меня попросила модерация, ну, вообще, администрация Кристалликса спросить у вас, у моих подписчиков, что вы хотите, чтобы вообще поменяли на SkyWars и на Кристалликсе, потому что, как вы знаете, SkyWars это мой любимый мини-режим, и сейчас он, к сожалению, ещё находится в бета, то есть он сейчас в бета-тестировании, но, я надеюсь, скоро отсюда выйдет, но, опять же, администрация Кристалликса попросила, чтобы я у вас спросил, вот, что вы хотите, чтобы на Кристалликсе, на SkyWars вообще изменили, убрали, добавили, может, не знаю, какие-то новые карты, или какие-то убрали, или чё-то пофиксили, обязательно насчёт этого напишите мне в комментариях, ну, а мы переходим к следующей катке, где продолжим сравнивать девайсы, погнали! Ну что ж, насчёт клавиатуры и наушников выяснили, у него, знаете, вот чисто клавиатура мембранная и наушники мембранные, я к тому, что просто какие-то наушники дешёвые, но, в любом случае, если ему удобно, то чё, ему запретить, что ли, могу, ну, типа, окей, если ему удобно, то пусть у таких сидит, типа, окей, вот, насчёт клавиатуры, то же самое. Окей, так, следующее у нас, следующее, это у нас микрофон. С микрофоном получается интересная история, потому что у меня микрофон Samsung C01 Pro, а у Хлэпа микрофон, угадайте, какой, тоже Samsung C01 Pro. И также хочу сказать то, что раньше у меня ещё был Samsung GoMic, и Samsung C01 Pro микрофон намного лучше, чем GoMic, вот серьёзно, поэтому, если у вас будет выбор между Samsung C01 Pro и Samsung GoMic, берите обязательно Samsung C01 Pro. В принципе, да, микрофон очень качественный, и, конечно же, респект Хлэпу за то, что у него такой микрофон, потому что, опять же, микрофон очень хороший, хороший в нём звук, и вообще, классный микрофон. Вот, и, так, значит, насчёт цены, хочу сказать то, что цена точно не помню, но я брал примерно 6К, насчёт того, за сколько брал Хлэп, ну, я думаю, тоже примерно за 6К, не знаю, почему я так думаю, но я так думаю, вот, я не думаю то, что он должен стоить дороже или дешевле, думаю, примерно так. Так, окей, да, кстати, да, также я ещё хочу сказать, Samsung GoMic, я тоже, честно, не помню цену, потому что брал его вообще лет 5 назад, вообще, мне его даже подарили, но покупали его лет 5-6 назад, и примерно он стоил 4-5К, если я не ошибаюсь. Ну, что ж, также я ещё хочу сказать, помимо того, что в комментариях обязательно напишите насчёт того, что же вообще изменить, добавить, убрать на кристалликсе на SkyWars, да и, в общем, на кристалликсе можете написать. Вот, помимо этого, я также ещё хочу, чтобы вы мне написали в комментариях, как вы думаете, вот, насчёт вот этой вот рубрики про сравнение девайсов. Опять же, я знаю то, что вам эта рубрика нравится, но у меня, вот, во-первых, есть проблема то, что я просто иногда не знаю, с кем мне сравнить девайсы, потому что я не знаю, может вам с тем человеком будет интересно, чтобы я сравнил, с тем не будет, я без понятия. Поэтому обязательно пишите в комментариях, с кем мне ещё сравнить девайсы, потому что я, опять же, как вы знаете, комментарии читаю, я очень вам благодарен, когда в комментариях много-много людей отзываются на мои вопросы, я очень за это благодарен. Вот, поэтому, да, обязательно в комментариях ответьте мне на этот вопрос, ну и, в принципе, всё, спасибо всем огромное за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, напишите в комментариях то, что я попросил, и всем пока-пока!